Как давно у нас в группе Радио 54 ВКонтакте был опрос относительно курортных романов? Да, было такое. И опрос показал, я сейчас найду, что 71% наших подписчиков никогда не вступали в подобные отношения. И только 28,9% сказали, что да, был курортный роман. И я думаю, что есть еще где-нибудь 150 неучтенных процентов, которые решили не палиться. Нет, Витя. Доброе утро, Анна Пихина у нас в гостях. Продолжим эту тему более расширенно. Откуда в человеке вообще... Ну, почему изначально называется курортный? Ну, то есть как-то краткосрочный. Всем понятно, что это только на время отпуска. Хотя, понятно, иногда не всем. Кто-то пытается их продолжить, видимо, в зависимости от того, как сильно там страсть накрыла и так далее. Насколько люди сошлись там или насколько человек нуждался в этом отрыве и так далее. Зависит от многих факторов, но почему изначально все-таки у многих людей есть эта цель, эта потребность в какой-то краткой нежности, ограниченной по времени? Зачем? Знаешь, тут может быть много, конечно, факторов таких. У многих страх настоящей близости людей присутствует. То есть есть пары... По-настоящему привязаться страшно. Ты знаешь, по-настоящему открыться, да, стать уязвимым. Есть семейные пары, вполне функциональные, где люди не находятся, по сути, в контакте друг с другом. То есть не могут раскрыться. Такое партнерство. Партнерство, да, какое-то. А здесь получается еще более безопасно. Мы с вами как-то раз была, помните, тема про отпуск, да? Почему там отпуск? Это какая-то отдельная маленькая жизнь, и потом ты возвращаешься куда-то, какая-то там беспросоверность. Да, в основном мы говорили одному путешествовать или вдвоем. Да, 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 вот все такое. Ну вот, а тут, представляете, схлапывается совершенно... А, еще у нас была тема про влюбленность, я помню, тоже, когда мы говорили, чем влюбленность отличается от любви, там, про пратендорфиновые взрывы и все такое прочее. Ну и тут, представляете, какая вообще невероятная ловушка, когда все совпадает вместе. С одной стороны, вот ты как будто снял тесные ботинки, ты приехал, у тебя нет работы, да, там, особенно если она не самая любимая, а вот какая-то вот для денег. Если ты не очень уверен в том, что готов, как вот люди боятся там бытовухи, выдерживать там всякие вот такие варианты притирания долгого чего-то еще, и тут море, солнце, и все такие загорелые, и музыка, и вот эти вот кафешечки все такие замечательные, ну, вроде как бы и сам Бог велел. Там уровень эндорфинов, он зашкаливает просто, гормональный взрыв. Ну и биология, с одной стороны, нам говорит, что, ну, слушай, у тебя, походу, все хорошо, сейчас ты отдохнувший, а тут солнышко, тут совершенно безопасно, иди-ка размножайся. Ну, когда еще случится вообще такой замечательный повод? Ну, да. Ну, почему биология говорит, просто размножайся и на этом заканчивай, и уезжай через три дня, да? Почему он и говорит, бери в жены там ее и так далее? Ну, ты знаешь, здесь, Эвелина же зачитывала, да, статистику, очень расходятся ожидания у мужчин и женщин. Меньше женщин едут за отношениями в отпуск, больше мужчин. И если отношения уже сложились, то больше женщин склонны привязываться. Да. Продолжать отношения. Продолжать отношения, на что-то рассчитывать и так далее. А приори женщины настроены всегда на длительные отношения, мужчин больше на короткий. Ну, да, да. К этому тут... Да, круто. И ты знаешь, и в современной демографической ситуации, когда перевес идет в сторону женщин, получается, что и не на курорте тоже такая история, что женщины больше склонны найти себе партнера для жизни, а мужчины очень часто они так прям отбиваются. Как воспринимают подруги известие, что девушка выходит замуж, как воспринимают друзья известие, что мужчина женится. Очень не часто бывает... Это смотря сколько тебе лет. Да, смотря сколько тебе лет, насколько осознанная вообще же эта компания, насколько это воспринимается на все как бы ладно. Ну да. Ну давай все-таки вернемся к нашим курортным романам. В каком ключе, мне кажется, было бы полезно поговорить? Именно про правила безопасности определенные, да? То есть как сделать так, чтобы было удовольствие... Чтобы удовольствие получилось, чтобы получились какие-то результаты, которых хочется изначально, и чтобы не было вот такого ощущения, что это такая красивая сказка, но с очень-очень грустным концом. Как вы думаете, друзья, какие могут быть такие пожелания для мужчин, которые зовут... Средства защиты. Да. То есть вы сразу вот так вот, да? Вот так, сходу, да, у тебя. Это женская точка зрения. Хорошо, Саш, как ты считаешь? Ну, во-первых, изначально, мне кажется, не надо ехать из-за этого. Надо просто ехать отдыхать, а там уж как получится. Я вот этого придерживаюсь правил. Ну да, не ходить с металлоискателем, с женщиной-искателем по пляжу. И кто у красотки, и кто? Да, 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 да. Это наоборот отбивает. Надо отдыхать и таким образом своей энергетикой притягивать тоже представительность противоположного пола, к которому ты симпатичен, да? И они увидят, что мужчина, так сказать. Типа, чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мне, так и там. Ну, дело не в этом. Дело в том, чтобы отдыхать. И да, они лишь бы, а, Пань, поскорей, они мне в номер побежали. Нет, нет. Нет, а просто, что отдыхаешь, наслаждаешься морем, там, природой, ну, вдруг с кем-то познакомился. Вместе тоже проводите время, да, нет, чтобы не было, что вот этой цели, вот это вот, да, что лишь бы лишь бы. Да, да, да. Когда, конечно, разные есть. То есть перед отпуском ты рекомендуешь как следует насытиться господи, да, что ж такое-то я вообще не об этом. Чтобы там не тянулось его. Я вам вообще не об этом. Хотя, я говорю, есть, конечно, мужчины, которые конкретно вот из-за этого едут. И я помню, мы в Турции были в одной большой компании, и там к девушке, значит, парень там все возле нее, там терся-терся, она говорит, да, слушай, да, отстань ты, он в итоге там ушел. Я говорю, а что, ну, что, вроде нормальный парень. Да, говорит, у него жена, говорит, в отеле, говорит, спится ребенком, а он говорит, ко мне это самое. Ну, вот такие варианты. Давайте после рекламы поговорим о зиму. Забавно. Да, о том, как обезопасить себя женщину. О романах сегодня, о их происхождении вообще, и о том, как сделать так, чтобы не было больно никому. Саней Лепихиной мы говорим. Я не закончил, я хотел сказать, что я за курортный роман только в том случае, если ты одинок. Ну, это моя личная позиция, да, и вдруг там кого-то встретил, а если у тебя есть кто-то, то я за то, обеими руками, за то, чтобы отдыхать со своей второй половинкой. Я согласна. И получать от этого максимальное удовольствие. Да, курортный роман со своим мужем, со своей женой, это вообще великолепная штука. Мне очень понравилась твоя позиция по поводу, не надо никого там специально искать, надо отдыхать, заниматься своей жизнью, и мне кажется, это отличная рекомендация не только для мужчин, для женщин тоже. Потому что иначе получается, как такая сказка в Деда Мороза, что я вот здесь живу, отношения построить не могу, тут кругом какие-то всякие унылые люди, и вдруг я приеду, и как вау, и там я стану каким-то совершенно иным человеком. То есть если вдруг романы только на курорте случаются, то это симптомчик такой, что что-то тебе бы как-то поработать с умением строить личные отношения свои. Ну и вообще в построении отношений это классная позиция, когда я живу своей жизнью и открыт для людей со схожими интересами. Для новых знакомств. Да, для новых каких-то знакомств она прям реально классная. Ну да, вот эта позиция, она же чревата последствиями, если ты приезжаешь, и ты такая звезда на курорте, допустим, хорошо, нашел ты там на себе вторую половинку, возвращаешься в свою обычную рутинную жизнь, и там тебе вот этой твоей новой половинки с тобой уже не очень нравится, потому что там тоже не такая классная звезда. Да? Ну, знаешь, или контраст, да? Ты на курорте, у тебя было все феерически, там же буквально самое-самое начало отношений, там все такие романтичные, там такая атмосфера, там такая природа, и потом ты возвращаешься один в свою жизнь, и здесь вот эти сослуживцы, которые ходят, там загруженные какие-то свои работы, там серые стены, серое небо, ощущение, что просто люди не те, а по сути ты создал сам себе очень такой нереалистичный контраст. И знаете... Как этого избежать? А знаешь, вот это вот у меня какая-то аналогия с умением пользоваться алкоголем. То есть вот... Ну, серьезно. Ну, то есть есть люди, которые могут выпить, им от этого весело, они понимают, что их состояние обусловлено в какой-то мере использованием химического вещества, и они время от времени это применяют, знают, как из этого выходить, и не попадают в зависимость. И для них, в общем-то, алкоголь не является каким-то таким прям противопоказанием жизненным, а кто-то впадает в зависимость, да, и не может расслабляться иначе. Отдыхая и наслаждаясь отпуском и всеми его прелестями, помни, что это только отпуск. Помни, что это только отпуск. И заранее понимай, если у тебя будут отношения, чего ты хочешь. Я согласна с Сашей абсолютно, что если у тебя есть вторая половина, а тебя тянет на курортные романы, реши вопросы, что у тебя происходит сейчас в отношениях, прежде чем вваливаться во что-то новое. Ну, вот это вот, есть такая грубоватая, да, поговорка, хороший левак укрепляет брак, я с ним прям не согласна. А вот теперь про девчонок, которые вроде как и соглашаются на курортный роман, но ты, как говорит статистика, и ты это подтверждаешь, потом они все равно хотят продолжения. А это, знаешь, такое согласие с крестиком, вот как будто бы зажали, да, там, да, да, дорогой, я понимаю, что это у нас только ненадолго, а на самом деле накопилось. А потом сама начинает звонить, там где-то появляться, а потом уже время. Такая история про Золушку, если я буду себя очень-очень хорошо вести, этот принц меня заберет с собой. Мне главное только маленечко-маленечко как-то зацепиться. Каждая женщина хочет быть исключением, да, что вот именно со мной он захочет продолжить курортный роман. Ну, знаешь, не каждая, но... Он перестанет быть бабником и так далее. Я его спасу. Или я его спасу, или я его уведу, или ладно-ладно, ты там говори, а потом как-нибудь разберемся. Ну, по сути, это очень такое объектное отношение к мужчине. Ну, и это редкость, опять же. Чаще это ты уехала в Латвию, я уехал в Казахстан, все. Ну, вот, ты знаешь, Саш, у мужчин чаще, а у женщин чаще вот такая вот история. Ну, да, вот опять же, вот как говорит статистика мужчины... У меня в этом плане нет опыта. Как потом продолжается? Наверное, первое время они там еще переписываются, что-то еще такое как-то... По-разному. Проходят этапы забывания. Если все-таки решили расстаться, да, все, курорт закончился, роман закончился, поехали. Как проходит стадия адаптации? Ну, опять же, знаешь, точно так же, как люди расстаются просто вот в жизни. Кто-то расстаются друзьями, кто-то с мясом отрывается там друг от друга, по... Ну, курорт-то, ты же знаешь, там только хорошее впечатление. Там вряд ли была какая-то ссора и скандал, что ты потом будешь ненавидеть этого человека. Может быть, еще больше тоски. И может быть, еще больше обиды, что бросил конфетку, отобрал. Вот как с этим справиться и забыть, и переключиться на свою реальную жизнь? Идти взрослеть. Ставить, быть в осознанности, ставить себе реальные какие-то цели и присматриваться к тем людям, которые рядом, не торопиться. Ну, то есть, знаешь, я бы не верила вот в такие сказочные какие-то превращения, что раз мы вот встретились, с первого взгляда друг друга полюбили, и тут же вот прям без какой-то внутренней работы и переговоров у нас случилась там любовь до смерти. Есть ли смысл, на твой взгляд, если вот кончился курорт, кончился роман, все разъехались, но потом, ну, и пусть они даже оба одиноки, да, просто разъехались, так решили, но потом один человек решает, нет, мне было слишком хорошо, едет там через всю страну, забирает ее себе и типа давай жить вместе. Ну, я очень... Вот такое продолжение. Очень, знаешь, сомневаюсь, что кто-то может приехать, забрать помимо того. Такое в фильмах часто пока ты вроде бы уходишь, но потом нет, разворачиваешься и бежишь обратно. Слушай, ну вот если оба согласны, ну ладно, классно. Да почему нет, тогда? Почему нет? Но есть перспектива у такого? Ну, может, бывает всякое. Слушай, вот там дальше может начаться продолжение отношений. Вот это как будто бы направленное движение навстречу. Один сделал, потом шажок после курортного романа, а другой ему раз навстречу такой. А потом тут, а может, еще встретимся? Ну давай, а может, ты ко мне приедешь? Ну ладно, хорошо. И если начинается какое-то узнавание, то может на самом деле перерасти в какие-то другие отношения. Ну, прям, почему нет? Классно, здорово, как когда люди здесь в осознанности. В общем, перспектива есть. Главное, чтобы ваши ожидания совпадали. Ну и, конечно же, главное быть взрослым, осознанным. Да, да, да. И если вы решили, если вы одиноки, если вы можете к этому относиться как к легкому празднику, то замечательно, получайте удовольствие. А если вы находитесь в браке, и там что-то стало как-то серо, тусклое, бытовуха заело, езжайте на курорт со своим супругом, устроите с ним по себе самый крутой курортный роман, какой только может быть. Аня Лепихина. Спасибо. Счастливо. Спасибо. Спасибо.